МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской вещательной кампании. Тематическая программа объективно о спорте. О последних спортивных событиях города узнаете далее. Смотрите в выпуске. Шорт-трекисты из 10 городов России от Уфы до Владивостока приняли участие в открытом первенстве Свердловской области. Кедр после ничьи с Академией опустился на 8-е место в чемпионате области по футболу. Новоуральские волейболисты почтили память Виктора Корноухова дружеским турнирам. Более 60 участников покорили горнолыжную трассу города. Путь к вершине преодолели и спортсмены, и любители. Подробности далее. Трехдневные соревнования прошли на льду концертно-спортивного комплекса. Новоуральск принимал участников открытого первенства по шорт-треку 2016 года. Этими состязаниями открылся первый этап зонального первенства России. Спортсмены соревновались на дистанции 1500 метров, километр, 500 метров и в эстафете. Если среди девушек свердловчанкам почти не было равных, то вот с юношами-шорт-трекистами на Урале проблема. Отличились только Максим Ершов и Иван Далгих, ставшими лишь третьими на дистанции 1 километра. Девушки старшего и среднего возраста выступили очень достойно, и их успех был ожидаем. У нас сомнений не было и в старшем, и среди девочек среднего возраста тоже сомнений не было на сильной девочке. Просто на базе Уор мы уже комплектуем молодых спортсменов, к нам едут из других городов, поэтому у нас теперь всегда будут сильные команды, и свои тоже. Особо отличились Алена Крылова и Софья Бойцова, которые стали первыми на 500 метрах и в километре. Благодаря этому заняли первые места в многоборе, а это сумма трех дистанций. Особо не было конкуренции. Но мы все занимаемся у одного тренера и вместе тренируемся, поэтому знаем, кто примерно как по силам бежит. Были соревнования тяжелее, чем эти. Здесь же не все города России, поэтому не так сложно, как на более крупных соревнованиях. Соперники сильные, есть из Челябинска, еще из разных городов. Наверняка девушек на победы вдохновило еще и присутствие на соревнованиях прославленной новоуральской шортрекистки Евгении Захаровой, которая поделилась новоуральской вещательной компанией своими планами на соревновательный сезон. 22 числа мы улетаем вместе со сборной России, которая будет выступать на первых двух этапах Кубка мира. Это шесть девочек, шесть мальчиков в Калгари. Там мы проведем двухнедельный сбор, и потом уже 4 ноября, если я не ошибаюсь, стартует первый этап Кубка мира по шортреку. Он тоже будет проходить в Калгари. А потом через неделю, 7 ноября, будет второй этап Кубка мира в Солд-Лейк-Сити. Желаем побед Евгении. Награждение участников и победителей открытого первенства Свердловской области прошло 2 октября в холле концертно-спортивного комплекса. В чемпионате области Кедр провел предпоследний домашний матч с командой Академия футбола Урала из Екатеринбурга. В первую встречу Академия победила на своем поле. В этот же раз случилась ничья 2-2. Она стала слабым утешением для новоуральцев, которые теперь опустились на 8 место. Следующий матч кедровцы сыграют 15 октября в верхней синячихе с командой Урожай. Продолжение футбольных новостей. Команда Флоренция – обладатель Кубка Новоуральска 2016 года. В финале эта команда встретилась с Рассветом и одержала уверенную победу, забив 5 мячей. Игроки Рассвета отличились только один раз. Поздравляем команду Флоренция. Пауэрлифтинг. В первенстве города по классическому троеборью при Сиджим Тяга приняли участие 12 человек, в том числе и две девушки. Лучшей стала Анастасия Андрюхович с результатом 167,5 килограммов по сумме трех упражнений. В мужских номинациях победили Александр Козлов, Данил Мизянин, Андрей Баннов, Александр Новиков в своих возрастных категориях. Наиболее высоким результатом является сумма троеборья Баннова, который превысил нормативы кандидата в мастера спорта. Двое атлетов выступали в экипировке, а лучшим стал Дмитрий Харламов. Традиционные соревнования по горному бегу на этот раз собрали не так много участников. Их было всего 61. Хотя в прошлом году бежало 114 бегунов. Целью этих соревнований является подготовка к зимнему сезону для лыжников, биатлонистов, ориентировщиков. Также в них принимают участие легкоатлеты, которые уже закрыли свой сезон. Но, тем не менее, решили испытать себя в горном беге. Очень испытательный бег. Требует мужества, воли, силы. И просто испытать себя. Поэтому не случайно называется «Путь к вершине». Поэтому в этом году немножко погода подвела, но ничего, дождь прекратился. Ну, как видите, настроение у всех бодрое. Стараются преодолевать. Это самое главное – преодолеть себя. Поэтому очень интересное соревнование для подготовки к спортивному. У лыжников это к зимнему сезону. А у лёгкоатлеты начинают подготовить на период к следующему сезону. В гору поднимались разные возрастные группы. Самыми младшими были рождённые в 2008 году. Они бежали 500 метров. Юниоры, взрослые ветераны и любители бега, которые чувствовали в себе силы подняться в гору, преодолевали дистанцию полторы тысячи метров. А это один полный круг, проходящий через висячий камень. Отметим, преодолеть эту дистанцию даже шагом не так уж и легко, не говоря уже о беге. Дети разных возрастов, юноши и девушки, несмотря на тяжёлый маршрут, превозмогая себя, поднимались к вершине. Хотя некоторые отметили, что спускаться всё-таки из-за грязи и скользкого склона сложнее, чем подниматься. Сложнее было бежать на горке, когда вот в конце подъёма. Там сложно очень было. А спуск? Нормально. Бежать в подъём. Не боялся упасть на спуске? Нет. Подниматься лет, спускаться, да. Почему? Я там скользко, черепа скользнулся. Конец подъёма, ноги забились. А спуск? Спуск даже был сложный. Просто дыхание не хватает. И ноги очень сильно устраивают. Спускаться, как бы чувствую, что можешь ещё и быстро пробежать. Но из-за того, что там очень скользко, камни, придётся, оббегаешь всё, выбираешь хорошую дорогу, и из-за этого скорость теряешь. На путь к вершине привёл своих детей Сергей Башкиров, мастер спорта международного класса, тренер сборной России по биатлону, который отметил, что горный бег – хорошая тренировка для спортсменов. Здесь участвует не только лёгкая атлетика, не только лыжи, биатлон. То есть и любители тоже здесь принимают активное участие. То есть это как средство подготовки, как ОФП для любого вида спорта очень полезно. Тем более для детей, кто стартует группы, начиная с 2007-2008 года и старше. То есть для них, для подготовки – это очень хорошее средство. На дистанции полторы тысячи метров победили Мария Распутина и Михаил Фёдоров. Среди ветеранов лучшим был Дмитрий Колесников. В своих возрастных группах в 500-метровке лучшими стали Кристина Кузина и Тимофей Дронов, Карина Бердышева и Константин Милузов, Мария Филявских и Леонид Жемалов, Марина Кашина и Александр Морозов. Километр лучше всех преодолели Наталья Юдинцева и Андрей Хазиев. Память знаменитого новоуральского спортсмена и просто хорошего человека Виктора Корнаухова почтили его друзья и соратники уже ставшим традиционным волейбольным турниром, который прошел в стенах центрального стадиона. Команды формировались по рейтингу игроков. Набралось три полноценные команды. Команда-победитель первой игры играла со второй командой. Если говорить о спортивном аспекте турнира, то после первой победы, которая не далась легко, игроки вошли в раж и обыграли следующую команду, которая сидела на скамейке. Но дело тут в другом. Люди собрались не для спортивных результатов, а для того, чтобы вспомнить горячо имя любимого друга, соратника, для кого-то тренера и учителя Виктора Ивановича Корнаухова. Виктор Иванович Корнаухов был моим первым учителем физкультуры в этом городе. Я приехал как раз сюда в 10 класс, в 41 школу. Я тогда был, ну так, глистой, короче говоря. Но его энтузиазм, видимо, как-то он передался мне. И я до сих пор в физкультуре. Я не достиг высоких вершин, но, по крайней мере, и в баскетбол играл, и в волейбол, самоуком, и легкой атлетикой занимался. Его, конечно, не хватает. Можно вспоминать человека за столом, а можно вот так, проводя турниры, в его честь. В зале центрального стадиона царила дружеская атмосфера тепла и уюта. Жаль, сейчас не с нами, но как будто здесь. Ты для нас как знамя, наша боль и честь. Самый первый тренер, помним мы о нем. Будем помнить долго, сколько проживем. Виктор Иваныч, ты учил нас жить. Подлежать и камень, даже водка не бежит. Это все спортивные новости города. На сегодня на этом я прощаюсь с вами. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова